доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и вчера мне рассказали очень интересную историю вчера произошло очень много интересных событий у нас в российской федерации значит у нас президент идет на новый срок после 20 лет правления у нас упал курс рубля и нас ждет очередная рецессии вообще неизвестно что с нами будет а кроме того ко мне вчера зашел мой друг хороший товарищ долгое время я его знаю и он болен он болен раком у него опухоль головного мозга произошло следующее он пришел к врачу неврологу нашему городскому и иначе невролог ему выписал какие-то там лекарства там поговорил с ним значит проверил там разные различные его рефлексы и так далее но самое главное что сказал это удивительная женщина этот врач невролог она возрастная и порядка там где где-то ближе уже запидаем за 50 то есть шестому десятку она работает долгое время очень ценится у нас в городе считается одним из лучших специалистов значит и друг мне рассказывает значит она при нем открыла какой-то медицинский справочник и как гадание на гуще может быть мне вот это лекарство вам назначить может быть Вот это лекарство вам назначить, может быть, вот это лекарство вам назначить. Нет, тут есть противопоказания, здесь нет противопоказаний. Одним словом, на глазах у пациента женщина начала выбирать из толстенной книги лекарственные средства, которые, может быть, ему помогут. Вот такой у нас специалист. Ну, а самое главное, что она произошла, и мой друг вышел из этого кабинета в маленьком, если не сказать, большом шоке, она сказала следующее. В любом случае при вашем заболевании вам необходимо купить постер, повесить его себе на дверь входную, и каждое утро, выходя из дома, смотреть на этот постер, набираться сил, терпения и здоровья. Что же это за постер она ему посоветовала купить и повесить? Она посоветовала ему купить постер с солнцем. Я понимаю, что психотерапия дело хорошее, что при раковом заболевании, возможно, тоже полезная штука. Но, тем не менее, лечение 21 век России, Российская Федерация, лечение пациентов с тяжелым онкологическим заболеванием у нас в России свелось к тому, что мало того, что врач выбирает лекарственное средство, которое может ему подойти, она еще предлагает оптимизировать его эмоциональное состояние, депрессию однозначно, повесить какой-то постер, прям все как это по писанному по западной психотерапии, визуализировать какие-то положительные эмоции, воспоминания и так далее. Буквально несколько, может быть, недель, дней, недель, месяцев осталось моему другу для жизни. То есть, болезнь неизлечимая, в любом случае его ждет очередная, может быть, химиотерапия, лучевая терапия, операция, ну и в конечном итоге близкая и скорая смерть. Но, тем не менее, лечим мы в 21 веке в Российской Федерации рак постерами. Солнце должно быть висеть вот на двери или где-то в какой-то комнате у моего друга, чтобы вот он набирался сил, здоровья и в конечном итоге излечился от своего тяжелого недуга. Вот здесь вот такая картинка, она представлена у вас на экране, тоже солнце, но почему-то я решил набрать в поиске и скачать эту картинку по запросу «Черное солнце». Вот до чего мы с вами докатились, уважаемые господа. Медицины у нас нет в Российской Федерации, специалистов хороших нет. Я должен сказать, что, может быть, не буду грешить на всех, единичные, вот на стотысячный город, единичные специалисты, буквально на пальцах одной руки их можно пересчитать. Ну и, соответственно, вот у нас так лечат онкологию. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам. Продолжение следует...